Привет, друзья! Очень рада видеть вас на моём канале и счастливо представить вам мою книгу-раскраску сокровища Узбекистана. Я очень долго работала над этой книгой, и поэтому особенно приятно показать её вам, и чтобы вы посмотрели, оценили её. Именно эта версия книги напечатана мною как сам издат, то есть это не издательство. Я отдаю книги в печать, и, соответственно, это книги, напечатанные на хорошей бумаге. Здесь есть плёнка сверху, крепление на металлическую пружину, что очень удобно для книги-раскраски. Первая страница – это предисловие, несколько слов от меня о том, что это за книга, о чём она, такое небольшое вступительное слово от автора. Дальше идут несколько страниц с образцами иллюстраций, которые я раскрашивала в технике компьютерной графики. Я большее количество времени потратила на вот эти иллюстрации, на их раскрашивание, специально чтобы показать, как выглядят иллюстрации в раскрашенном виде. Конечно, это лишь пример. Раскрасить вы можете абсолютно так, как вам нравится и хочется, но мне очень хотелось показать пример, показать, как можно раскрасить. Поэтому я думаю, что эти страницы, эти иллюстрации будут не лишними и будут полезны в качестве образца и, конечно же, для вдохновения. Всего в книге представлено 29 иллюстраций. И это как портретные иллюстрации с людьми, так и архитектура. Также это узоры, национальные узоры и еда. Это, как мне кажется, такие картины, которые характеризуют Узбекистан. И плюс они очень яркие. Я думаю, их очень ярко и красиво можно раскрасить. Есть иллюстрации посложнее, есть попроще. Все картинки выполнены в технике 2D линии. Здесь не обозначены тени и, соответственно, тени, цвета вы можете расставить на свой вкус при раскрашивании так, как вам больше нравится. Вот эта иллюстрация, например, это знаменитый минорет Колян в Бухарии. Возможно, если вам понравится эта книга и вы решите приобрести ее, то после раскрашивания вам захочется еще и посетить замечательную страну Узбекистан, которая очень интересна для туризма. Помимо интересной архитектуры, вкусной еды, еще огромный плюс – это то, что поехать туда совершенно несложно, никакие визы для россиян не нужны. Так что задумайтесь не только о книге, но и, может быть, о посещении Узбекистана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok